недельных низких доз облучения персонала и населения. Сегодня мы создаем атомную энергетику уже 21 века с новыми реакторами и новыми топливными циклами. И, конечно, с более высокими требованиями безопасности, надежности и энергоэффективности. Основой современной атомной энергетики становится интернетизация ядерно-топливного цикла, а значит и обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. Многие страны мира, потребители атомной энергии, сегодня не могут самостоятельно осуществлять весь комплекс, необходим для этого мира. После аварии совсем недавней на Японской АЭС, важно понять, какие международные правовые нормы используются для регулирования мирового атомного рынка и какие еще целесообразные разработки принять. Поэтому так важна международная кооперация на основе систем международных договоров, в чем Россия традиционно и по праву активно участвует. Во-первых, в многосторонних договорах, например, в Конвенции об ответственности при международной перевозке отработавшей ядерного топлива, об Объединенной Конвенции о безопасности обращения с отработавшим ядерным топливом и безопасном обращении радиоактивными отходами. Во-вторых, в двусторонних соглашениях о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии, таких соглашений у России сегодня насчитывается более 50, а соглашения по отдельным направлениям сотрудничества в атомной сфере более 100. Все указанные международные соглашения были учтены при разработке базовых законов для атомной энергии и именно об использовании атомной энергии об охране окружающей среды, о радиационной безопасности населения, о государственной корпорации по атомной энергии и другие. Приходится решать на законодательном уровне некоторые социальные вопросы работников атомной отрасли. На этом я немножко очень остановлюсь, потому что для нас эта тема очень важна. За последние годы участились обращения граждан в региональные органы социальной защиты, непосредственно в госкорпорацию, Росатом, Государственную Думу, с заявлениями о присвоении им звания ветеран труда. Так получилось, что у нас был Минатом, потом было Федеральное агентство по атомной энергетике и сегодня Государственная корпорация Росатом. Но если первые два были исполнительными органами от власти, наделенной правительством Российской Федерации, то сегодня Государственная корпорация Росатом такой не является. И, соответственно, люди, которые проработали в системе многие годы, имеют знаки отличия, не могут на сегодняшний день во многих субъектах Российской Федерации получить по праву звания ветерана труда. Вот такая вот нестыковка сегодня произошла. Но был подан законопроект, который сегодня обсуждается и в госкорпорации Росатом, и в правительстве Российской Федерации. И надеюсь, что вот эта коллизия, которая произошла, она на самом деле будет, в общем-то, решена. И если говорить о временных сроках, то я полагаю, что эта осенняя сессия Государственной Думы должна эту коллизию решить. Но если далее говорить, основные стратегические направления и конкретные задачи развития атомной отрасли закреплены в ряде правительственных документов, а именно в энергетической стратегии России на период до 2030 года, в генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года и с перспективой до 2030 года. В программе деятельности госкорпорации на долгосрочный период до 2015 года, в федеральной целевой программе ядерной энерготехнологии нового поколения до 2015 года и перспектива до 2020 года. Это хороший пакет документов для инвесторов, партнеров и руководителей крупных промышленных проектов. Он делает перспективу развития атомной отрасли прозрачной и привлекательной. Энергетическая стратегия России в период до 2030 года нацеливает на промышленное решение проблем запхнутого топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. Она также предусматривает создание инфраструктуры управления всеми жизненными циклами атомных электростанций, включая вывод эксплуатации восстановленных атомных мегаблоков. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики предусматривает увеличение доли установленной мощности атомных станций в общем энергобалансе страны, поскольку АЭС имеют наиболее высокий коэффициент использования установленной мощности. Их доля в энерговыработке достигает 20%. Сегодня это 16, а к 2030 году будет введено более 40 гигаватт новых реакторов. При этом из эксплуатации предстоит вывести около 16 гигаватт мощности блоков, которые уже на самом деле выработали свой ресурс. Также у нас есть федеральные целевые программы, на одной я, наверное, остановлюсь более подробно. Это федеральная целевая программа ядерной технологии нового поколения, которая утверждена правительством в феврале 2010 года, закрепляет выбор России в пользу атомных реакторов на быстрых нейтронах с натрием-теплоносителем и замкнутого топливного оцинка на основе уранопутонивого оксидного топлива. Также будут развиваться быстрые реакторы со свинцовым и свинцовно-весмутовым теплоносителями. Это позволит последовательно перейти к комбинированному топливному циклу с постепенным увеличением доли быстрых реакторов и решать целый комплекс проблем от обеспечения атомных электростанций ядерным топливом на многие годы до многократного уменьшения объема хранящегося отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов. Также хотел бы немножко остановиться на федеральной целевой программе об обеспечении ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года. Также сегодня начата разработка подпрограммы обеспечения ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы государственной программы Российской Федерации развития атомно-энергопромышленного комплекса, действие которой с 2016 года предполагается в рамках федеральной целевой программы. Могу сказать о том, что Государственная Дума внимательно наблюдает за развитием проектов атомных аналитических установок малой и средней мощности. И, так сказать, атомные батарейки с большим сроком эксплуатации могут оказаться довольно привлекательным для мирового рынка. Но в случае успеха международные правовые механизмы и ресурсы международных регулирующих организаций придется осуществить и усилить. А также предусмотреть меры эффективного контроля в экономические и технологические отсталых странах. Мы также отмечаем возросший интерес в мире к ядерным двигательно-энергетическим установкам космического базирования. Международное соглашение для использования ядерной энергетики в космосе было разработано и принято еще в 60-е годы прошлого века и, вероятно, должно быть приведено к реальным сегодняшнего дня и среднесрочной перспективы. Хочу подчеркнуть, что национальные законодательные органы и международные организации играют большую роль в определении направлений и темпов развития новых эволюционных отраслей промышленности. Нельзя переоценить их роль в формировании системы глобальной энергетической безопасности, а также системы безопасности энергетики для окружающей среды, для жизни и здоровья человека. На сегодняшний день Госкорпорация «Росатом» является одним из крупнейших в России государственным субъектом управления и представляет собой мощный комплекс и сотен предприятий, составляющих несколько крупных производственных технологических и научно-технических комплексов. В настоящее время завершается разработка и утверждение программы инновационного развития и технологической модернизации Госкорпорации «Росатом» наперед 2011 год по 2020 годы. Безусловно, развитием ядерных технологий потребуется совершенствие и развитие ядерного права. Современный, качественный, новый этап развития атомной отрасли требует новых научных, обоснованных и системных и концептуальных подходов к ее законодательному обеспечению, особенно в области государственного управления и государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии. Совершенствование механизмов лицензирования, контроля и надзора за обеспечением ядерной и радиационной безопасности. Создание действенных механизмов ответственности за правонарушения и т.д. Поэтому одной из первочередных задач совершенствования законодательства в области использования атомной энергии в современных условиях модернизации и инновационного развития отрасли является создание современной концепции по развитию концепции атомного права России. Депутаты Государственной Думы уделяют большое внимание развитию атомной отрасли. Практика голосования в Государственной Думе по вопросам атомной отрасли показывает, что фракция «Единая Россия» последовательно поддерживает все законодательские инициативы, которые направлены на развитие атомного права. Вопросы безопасности объектов атомной энергии и промышленности находятся на контроле в профильных комитетах Государственной Думы. В частности, в Комитете Государственной Думы по энергетике работают в секции экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения атомной отрасли. Проблемы экологической безопасности рассматриваются на Высшем экологическом совете при Комитете по экологии. Выполнение федеральной целевой программы обеспечения ядерной и радиационной безопасности на период до 2015 года курируется в рамках партийного проекта «Единой России». В заключение хочу выразить, что новые законотворческие инициативы, необходимые для развития атомного права, будут реализованы в ближайшее время и позволят обеспечить устойчивое развитие атомной энергетики и промышленности. Ну и еще хотел бы всех на сегодняшний день поблагодарить за участие на нашем круглом столе и пожелать успешной работы. Спасибо.